а еще одна небольшая проблема с которой мы столкнулись проблема конечно приятное дело в том что мы находимся на верхнем этаже нашего здания и нам здесь нужно сделать реконструкцию какие-то балки пришли в негодность какие-то балки весьма достойном виде с чем мы здесь сталкиваемся если мы половине перекрытия ставим новые балки то получится что вот цвет старт новые балки вот цвет старой балки то есть дерево которое ставится новая она идеально обработанная она шлифованная ее состояние действительно великолепно но старые балки не так не выглядит мы должны сделать замену балок таким образом чтобы человек придя в это помещение даже не мог подумать что здесь есть старые балки и новые не должно быть выполнено все так как будто бы эти балки здесь были с самого начала каким образом мы это делаем мы берем новенькую балку и у мыши наставим ее каким образом мы ее делаем дело в том что у новой балки существуют четкие грани потому что наше современное станкостроение работает таким образом что она выводит четкую грань мы берем эти грани и пытаемся сбить каким образом мы их сбиваем представим себе что это новая балочка и каким образом сбивали раньше вот таким методом как будто бы мы наносим снимаем шкуру кору топориком как мы это делаем мы берем болтарочку то есть наша балка должна выглядеть так как будто бы она не обрабатывалась станком обрабатывалась вручную топориком поэтому вот эти грани они с интервалов 15-20 сантиметров то на одной стороне то на другой потому что не было стационарно закреплена балка и она гуляла по всякому дальше мы обращаем внимание на истинную красоту балки у каждой балки есть своя структура видите здесь идет у нас кольцо сучок например который был и мы должны этим же самым металлическим ёжиком подчеркнуть ее потому что старые балки разумеется были обработаны топором не только граней но все остальное и поэтому мы берем вот как в данном месте я уже обработал и проходим именно ёжиком но нигде мы хотим а мы видим рисунок балки и повторяем его демонстрирую это вот здесь то есть здесь мы видим балочку нашу и у нас здесь идет определенный рисунок линии кольца и мы четко повторяете линии проходим их ёжиком углубляем их после того как мы это делали мы берем в руки вот этот инструмент используем его конечно же не по назначению и пытаемся обжечь балочку тут наступает такой важный психологический момент дело в том что человек когда видит следы гари или запах гари он постоянно использует какой-то дискомфорт то есть природа человека такова что пожар это потенциальная опасность и поэтому когда мы обжигаем эту палочку мы обжигать все должны так легко чтобы это не выглядело как обожженная балочка чтобы это выглядело так как будто бы это составившиеся дерево так после того как мы сделали структуру вот этим инструментом обожгли немножко наше дерево эти две вещи мы делали только для того чтобы подчеркнуть красоту наши балки вы видите современные балок она идеально но мне красивого мало чего после этого мы используем пенотек это пенотекс интерьер и здесь он специально подобран а все очень просто у них есть наполнители для английских вариантов балок для голландских вариантов даже для прибалтийский то есть цвет дерева во всех странах тонкий он имеет немножечко свой здесь мы подобрали пенотекс центре царем центре именно тот который нам необходим он ни в коем случае не наносится не макловицами и кисточками он не является защитным слоем является декором поэтому его нужно носить как наносит владимир самое страшное что может быть в этой работе это поток какой-то потек какие-то капли какие-то такие балка должна выглядеть старый и если глаз человека который наслаждается интерьером вдруг увидит каплю или вдруг увидит какой-то потеку поймешь это все фальшиво что это поэтому наша задача сделать работу так как будто бы никто никогда не делал природно создана поэтому мы смачиваем тряпочку и делаем такое движение как будто бы мы просто ее протираем то есть балка впитывает себя столько сколько она может впитать слой здесь исключается и она превращается в такой устаренный вид то есть после его высыхания это в районе часа вы практически ничем не отличите от этой балки которая существует сейчас на потолке но те балки которые остаются на потолке старый им тоже нужна такая же обработка потому что все равно будет видеть переход между новой балкой и между старой балкой поэтому если мы не будем обрабатывать старые деревянные балки будет видеть мы работаем и старые новые точно таким же способом и они сольются в едино и мы получим новый последнее время очень модная тенденция делать голландский интерьер в москве прибалтики берлине и все пытаются воссоздать какие-то балки очень много декоративных полиуретановых балок они не дают такого теплого ощущения есть некоторые моменты хитрости которые соблюдая вы получите именно этот эффект сейчас мы вам показываем как это все происходит а потом вы увидите в наличии как по фидишу это выглядит есть еще важный момент как караэт дело в том что мы видим что мы балку составили но истинную красоту балочки подают караэт когда она была подточена им это делать очень просто есть ряд сверлышек которые по своему диаметру укруглению они отличаются и мы просто берем а более видимую часть и делаем такое же движение как будто вожу качичек его хочу и где-то в каких-то местах просто делаем небольшие заклинчики саотичные маленькие здесь вам не зло употребляет потому что след караэда повернуть очень повторить очень сложно и самое страшное что здесь может быть что человек созидающий этот интерьер будет фальшив не сразу получается те резонансные действия что-то красиво что это все искусственно наша задача все таки сделать так чтобы никто не видел присутствие человека но и